Рулевая система состоит из рулевой штанги с пером и комплекта управления. В комплект управления входят рулевые тяги, эластичный регулятор педалей, педали, монтажные трубки, подъемная тяга и крепежные элементы. Чтобы установить рулевую штангу в специально установленный трубчатый держатель, нужно отвернуть барашек, который удерживает проушину рулевого пера на вертикальной штанге. После этого штанга устанавливается в держатель и перо с проушиной устанавливается на штангу и фиксируется болтом с барашком. Существует несколько версий рулевого управления. В первом случае тяги, педали и эластичный регулятор, выполненный в виде резинки, не собраны в одно целое и вам предстоит осуществить несложную сборку, продев стропы и регулятор через трубки педалей и зафиксировать их так, как показано здесь. Во втором случае педальный узел вместе со стропами уже собран воедино и нужно лишь защелкнуть его карабинами на кольца, установленные специально для педалей в кокпите. Теперь нужно проложить тяги. Сначала в специальные петли на полудеке устанавливаются монтажные трубки. После этого со стороны кокпита через них продеваются шнуры тяг. Следующий шаг зависит от версии рулевого управления. Если в Т-образной перекладине рулевой штанги имеются два отверстия, тогда следует продеть шнуры тяг через эти отверстия и зафиксировать узлами. Если в торцевых пробках Т-образной перекладины имеются фигурные вырезы, то в этих вырезах фиксируются завязанные на концах шнура узелки. Точная подгонка осуществляется регулировкой длины тяг с помощью пряжек. И наконец нужно установить подъемную тягу, пропустив ее через проушину наверху Т-образной штанги, зафиксировав тягу в отверстии на переруля, а противоположную часть тяги закрепить на установленных в кокпите кольцах. Другая версия подъемной тяги отличается тем, что тяга сделана из эластичного материала и не требует специально подготовленных колец в кокпите.